Нижний Солнечный Нижний Солнечный Добро пожаловать Один из самых необычных микрорайонов в мире Который был построен на шоссе Героя Сталинграда С ориентировкой на восток И включил в себя порядка 15 корпусов Которые содержат в себе около 50 подъездов И 50 выходов с двух сторон, конечно И это началось в 1988 году Застройка начиналась с ближних к дороге зданий Это весна 2016 мая Мы можем увидеть вид от реки Это внутренний двор Мой подъезд Помню, как с 9 этажа, примерно вот из той сушилки Слетел мужик И он до этого заходил ко мне в подъезд Поднимался на этажи Просил у людей ключ от сушилки Ну, я помню, он спросил Можно ключ от сушилки Сказал, мамы нету дома, по-моему Или что-то в таком духе, я сказал И он просто пролез на 10 этаже через окно По-моему, там оно было выбито Или он его выбил и залез И открыл Но не важно Главное, что у мужчины был четкий план А я потом спускался за хлебом И, собственно, вот по этой дороге, да Я шел к магазину Купил хлеба И пока я вот назад возвращался к подъезду Там уже лежал труп Окруженный людьми И, в общем-то Что интересно Я ужаснулся ровно наполовину То есть это было настолько обыденно И это было как Не знаю Сейчас я был просто охренен Вот это Как я тогда прошел мимо С хлебом своим Залез Не знаю Вот Ну, мне тогда было 17 Это вид на Верхний Солнечный На 24-ю школу В эту школу ходили многие дети С Нижнего Солнечного Там вверху телецентр И радиоцентр Две вышки Телецентр высокий Как-то мой отец пытался туда устраиваться Говорит, что лифта там нет И работа бы состояла А до этого он работал там Вдали, сейчас на горизонте Завод Альбатрос Там он тоже занимался радиотехникой И всем, кто работал на том заводе Обещали квартиры рядом Вот в Нижнем Солнечном В застраивающемся Сейчас это уникальная съемка Я ее веду с кургана Который в эти дни Уже конец мая 17-го года И он, по словам керчан Можно сказать, срезан По разрезу Прям пополам И мы можем видеть Вот сейчас Такую камеру Стоит на таком месте На котором мы ее уже поставили Нереально Невозможно Далее ведется дача Там играют дети На каких-то каменных Буэраках Вот И Далее ведется воинская часть Там все Поле Исфигачено Во время войны Снарядами Да Такое вот гетто у меня Рядом со мной Вот эти заросли деревьев Вот этот туберкулезный диспансер Все Очень Рядом Это Еще раз повторюсь Мой дом Мой подъезд Девятый этаж Право Справа Вот там Балкон Это мой балкон Десятиэтажное Здание Труба Газовая Через весь двор Как бы Еще раз снимаю И снимаю С ослаждением Свой дом Ну вот это следы От снарядов От Новогодних фейерверков Вид со стороны Места Слева детский сад Дельфин А справа Достроенный В середине Двухтысячных Все таки Корпус дома Который был Не обустроенным Просто Это было место Сбора бомжей Детей Еще одна съемка От туберкулезного Диспансера Куда мы ходили Со своими манту И Такая пасмурная Погода была Прохладная Я Снимал Кадры Надеясь На то Что мне хватит Времени И Что не пойдет Дождь Что вообще Заряда Камера Хватит Без кромса На асфальт Еще один вид На Детский сад На Вид Мужская Шоссе Героя Сталинграда Вот Эти места Манят меня Так сильно Я Словно хочу Еще раз Там побывать Увидеть Это все Это не мой Был фильм До недавнего Времени Но я решил На всякий случай Озвучить Потому что Потому что Мне как-то Хочется Как-то прокомментировать Это Это вид Недостроенного Моста Который Является Символом В некотором Смысле Всего Это Недостроенный Мост Незаконченное Дело Но Он Прекрасен В том Что его Можно использовать Как Зону Рекреации И Далее Видняются Электробашни Шуховские Да Бам Вот эта Железная Дорога Прямая Это Характерная Вот Это Остановка Автобусная На которую Я ходил Все детство И всегда Это наша Автобусная Остановка Порядка Да Пятисот Метров До Который Я Убегал За минуту И успевал На автобус Вот Девятнадцатый Примерно Оттуда Из-под моста Мог выехать И Мог бы поехать В школу Помню Что я выходил Где-то в Семь тридцать Даже Семь двадцать Вот так вот Семь тридцать Семь тридцать четыре Это уже было В поздних Классах Уже Нужно было Очень Быстро Конечно Сесть На автобус Я Иногда Опаздывал В первые уроки Это Наши Гаражи Видно На запад Видно Будущий закат Еще Как бы Тень Но Я увидел Здесь кошку Которая Кормит Котят Причем Очень Большое Количество Котят Там По-моему Три Котенка И Если Да Три Котенка Вот И Она Очень Смотрела На меня Остороженно Она Переживала Я Я Все Равно Что-то Там Снимал Мне Это Было Очень Дул Ветер Какой-то Был Инфернальный День И Я Увидел Эту Кошку Которая Кормит Котят На Нижнем Солнечном Мне Захотелось Это Заснять Котенок Один Уже Попил Молока И В принципе Я Начал Потихоньку Уходить Потому что Уже Решил Не смущать Животное Немножко Печальный Мир Этот Конечно Печальный И грустный Какой-то В то же время Может Это Мой Мир Не знаю Во всяком Случае Нижний Солнечный Это Эпохальное Место Для Меня Это Место Паломничества Мы Видим Мост С надписями И Железную Дорогу Уходящую Туда Вдаль Где Заходит Солнце Где Оно Уже Зашло На Запад Такая Дорога На Запад Оттуда Даже Подъезжают Какие-то Товарные Фуры Какие-то Снабли Снабли Товарный Город Небо Небо Всех Желающих Посетить Посетить Этот Город Для Всех Наций Народов Как-то Привлечь Сюда Чтобы Все сюда Приезжали Как в Новые Васюки И Снабли Крым с Россией, и, конечно, последние пару-тройку лет слышно на весь город, как стучат сваи. Нижний Солнечный, это коснется очень даже вот в этом месте, где я снимаю, как раз пройдет эта дорога, пройдет эта магистраль. То есть, фактически, это гетто, этот район совершенно на отшибе немножко, да, вот, можно выйти в такую степь, если пройти минут 15 от моего бывшего дома. Опять же, эти кадры, я их обожаю, что там и говорить, смотрю сейчас, и, конечно, много, многое поменялось, многое менялось в течение двухтысячных, девяностых. Сейчас уже сложно наблюдать эти переменные особенности, потому что я, повторюсь, потому что я далеко, и мне бы очень хотелось, иногда я мечтаю о том, чтобы там все-таки была какая-то квартирка, чтобы я мог там пожить, выйти, погулять, почувствовать, снова поспать в этом районе. Было бы забавно, если бы я когда-то купил назад квартиру, которую продали мои родители. Очень здорово просто ходить по этим местам и слушать музыку, слушать рок, слушать настоящие такие вот песни. Вечером как-то легкая прохлада, и, конечно, есть комары, нужно мазаться, или быть готовым, что ты будешь покусан. И вот там вот было футбольное поле за камышами слева, да, вот там вот я сейчас в центр фокусировки бы попадала в футбольное поле через дорогу. И, ну, не здесь, за мотоциклом справа, а там слева. И мы ходили туда, играли там в футбол просто круглыми сутками. Помню, все кончалось уже с наступлением темноты. Мы же приходили уже домой, искусанные. Ноги были в земле. Это вид на мой детский сад дельфир. И верхнесолнечный, конечно. Это прекрасные места. И хочется постоянно... Постоянно хочется вспоминать, что-то, какие-то фрагменты. Вот разбитый детский сад, где все заборы уже сломаны, все внутренние убранства площадок разворованы, разбиты, сломаны тоже на металлолом и прочее. Своим убранством район, конечно, не прельщает, но это настоящий открытый музей. Музей под открытым небом. Можно увидеть, можно оставить эту территорию для будущих, хороших времен. Я прошу об этом в будущих... Ну, я хотя бы уже, не знаю, задокументирую это. Ладно, пускай там все поменяется 300 раз, зато можно будет... Это уже, кстати, вид по дороге к троллейбусному парку. Какие-то... Не знаю даже сказать, что тут. Вот слева электростанция. Сейчас будет... Это автопарк. АТП, да? АТП. Как раз... Еще одна шуковская электробашня. Помню, на даче мы бегали, однажды я присоединялся к ребятам и пытались воровать фрукты, но... Я, по-моему, не рискнул идти, или... Они пошли без меня, кажется, да. Я отказался идти воровать, они вернулись. Вот такой я был правильный, я не воровал. Молодец. Ну да, это просто некрасиво. У людей растут деревья для них. Я считаю, все должны садить деревья, и просто это будут деревья каждого. Вот захочешь, поделишься, а вот так вот идти воровать, когда кто-то сажал, поливал, удобрял, копал, топтать эту землю, ну, не знаю, как-то частная собственность, короче. Вот. А сюда, в эту степь, я вот обычно приходил все время, после школы, после института, когда приезжал в институт, и я ходил сюда, и в щели, в земле, я закапывал стихи разные, которые меня тревожили, меня тревожили какие-то мысли, это было мое убежище. Потом здесь возникла эта странная красная рама, вот буквально, как только я приехал, так тут было пусто, и камыши, какие-то, не знаю, свидетельства существования, свидетельства существовавшей здесь расы, существовавших существ, свидетельства. Вот. Вот такой райончик. Приезжайте сюда, там, не знаю, можете обязательно, там, взять пледик какой-то, и подстилочку, каких-то, не знаю, кастрюльку взять, там, шашлычок, что-то сделать. Никто вообще не придолбается, не прикопается. Хорошие места. Деревья бы побольше. Вот мне кажется, главная миссия человека, это должно быть сейчас сажать деревья, чтобы выжить. Каждый день нужно сажать по дереву. Вот просто идешь и засаживаешь. И тогда вся вот земля, весь ее климат, все нормализуется, все будет класс. Деревья спасут, спасут человечество, как живые существа, они спасут мир от экологических, различных, вот, собственно, катаклизмов грядущих, да, то есть, земля, нужно бороться с ее голостью, то есть, должна превратиться в лес, все, да, по возможности. Конечно, можно оставлять какие-то места, пастбище, поля, вот, например, эту степь, как музей, я уже рассказывал, эта часть экспозиции, ее необязательно засаживать. Здесь пускай все будет, вот уже как и есть. Ладно. пусть приедут специалисты и посмотрят, что еще здесь можно сделать, но я, как архитектор, как городостроитель, как основатель этого музея, я прошу только поливать дождем, снегом, пускай солнце, вот эти вот вещи там, ну, может, какие-то катаклизмы, опять же, повторюсь, у меня частенько различные вот падения метеоритов туда снились, может быть, это возможно. Сейчас главное это заявить об этом уже открыто, сказать, что да, это настоящее сокровище цивилизации, музей. Это место, которое должно привлечь внимание общественности и, конечно, пересмотреть ход истории вот так вот. Если вам вас заинтересовал этот фильм, я рекомендую вам посмотреть мой другой фильм про Керчь в целом. Там как бы это все ну, территориально шире, то есть тут просто нижнесолнечный, моя тоска, моя ностальгия, с вами был Саша Сергеенко, всего доброго, удачи. bareмерное управление, так, хорош лoxо, UUE, 3 м м 3 5 к 室 3